Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела рассказать вам о тональных кремах, которые я использую. Если вам интересна эта тема, то продолжите смотреть. Недавно произошло мое знакомство с натуральной косметикой, и я очень позитивно к этому отнеслась. Сегодня я хотела вас познакомить с некоторыми тональными кремами, мейкапами из натуральной косметики. Первый крем, который я хотела вам показать, это вот такой вот крем на водяной основе, вот с такой помпой. Этот крем, крем-флюид. Его очень удобно наносить на кожу лица с помощью вот такой вот профессиональной кисточки от Барбары Хоффман. Это кисточка с таким очень приятным мягким ворсом, скошенная, вот такой вот формы, и очень удобная. Эта кисточка удобна, особенно в области нанесения мейкапа, под глазами и около носа. За счет такой рельефности можно удобно лавировать, совершая вот такие вот движения в тех труднодоступных местах, куда нужно аккуратненько положить мейкап. Следующий крем, который я хотела вам показать, этот крем в таком цюбике, но он также с такой помпой. Можно выдавливать удобное количество для вас крема. Эти помпы, хочу сказать, обе настолько удобны, что не представляют никаких трудностей выдавливания. То есть, если вы используете мало мейкапа, то можно легким нажатием выдавить необходимое количество этого крема. Этот крем на масляной основе, туда входят различные полезные масла для кожи, и одновременно, несмотря на то, что там и масла, он является таким увлажняющим, приятным кремом, с такой нежной такой консистенцией, сглаживающей все неровности кожи. Этот крем обычно я наношу или пальцами, что мы обычно делаем, или чаще всего спонжем. Существует несколько видов, как вы знаете, спонжей, но преимущественно я вот использую такие. Небольшую любовь вызывают у меня вот эти вот остроносые спонжи, которые удобнее, с помощью которых удобнее накладывать тональный крем-пудра под глазами, в области носа. Вот еще один крем, который вызывает такое у меня уважение и такой любовь, это крем тональный, сделанный вот в такой вот коробочке, таким вот красивым рисунком, тоже на основе масел, и также увлажняющий хорошо кожу, удобно наносить его вот этим вот спонжем. Слегка взять сухой спонж и слегка распределить усилия по поверхности этого крема, а затем нанести на лицо. Очень приятный крем. Еще один крем, который я хотела бы сказать, это уже из другой области немножко, это крем Доктор Хаушка. Этот крем мне тоже очень нравится, это тональный крем. Он выполнен вот в таком вот варианте, в тюбиках. Я покупаю преимущественно маленькие упаковки, потому что, как вы знаете, все кремы натуральной косметики, они без консервантов и имеют обыкновение, не портятся. Этот крем имеет вот такую вот пленочку защитную, которую можно проткнуть перед использованием крема с обратной стороны этой крышечки. Маленькие, конечно, упаковки для натуральных кремов очень удобны, потому что крем используется быстро и не успевает испортиться. Хотя на всех кремах стоит дата изготовления, нужно, конечно же, обращать внимание не только на дату изготовления, но и на консистенцию и запах крема. Потому что, если дата изготовления еще нормальная, то крем, если пахнет не так, или его консистенция вызывает сомнения, то нужно его или выбросить, или сдать в магазин, где вам вернут, конечно же, деньги. Сервис очень хороший в этом магазине. Вот, в принципе, то, что я хотела вам рассказать о натуральных кремах, майкапах, которыми я пользуюсь. На этом все. Пока! У меня ждем, нечего. Хорошо. Ну ладно, я потом. У-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у.